В эфире программа «Новина региона» у студии Алена Милишенко. Витаю вас сегодня в выпуске «Глядите». Циклон Томас покинул часово без электричности 116 населенных пунктов Могилёвщины. Еще одну тайну великой чины имкнутся раскрыть пошуковики в Быховском районе. Лесники занепокоены. Жук-караед пошкодил больше за 11 тысяч гектаров лесу в области. 116 населенных пунктов Могилёвской в области Часова заставалися без электричности за циклону Томас. На предприемстве Могилёву Энерго поведомили, обрывы проводов фиксовались с 19-ти годин понеделка до 6-ти ранницы авторка. У основным потерпели Могилёвский, Кировский, Быховский, Кличевский и Климовецкий районы. Калида Кладни, вельми моцный ветер был у районе Рэчки-Друдь и на усходе в области. Рамонтные бригады працевали всю ночь. У некоторых местах на ликвидацию наступствов спотребилось навод до 5-ти годин. До Рэчча, опошним часом по отповедной программе ведется замена проводов на изолеванные. Падение древ на такие линии не приводить до отключения. Як удакладнили у Могилёв Энерго, как не попередние работы по замене проводов, то наступствы были б больш масштабными. Ещё одна тайна, великая чинная, будя раскрыта. На гэта спадяются жахары вёске Грудичин, Быховского района, где пошуковый отряд знайшов обломки сбитыха советского бомбардировщика. Пакуль невядома, до якого аэродрома он был приписан, имена пилоту и их лёс. Мясовые жахары, які были светками тых военных падей, рассказывают только про одного загинувшего лётчика. Валентину Севакову тады было усяго 10, узгадывая, як на бомбардировщик налетели мессеры. В шоссе Могилёв-Бобруйск мост там был. И, скорее всего, он шёл бомбить этот мост. Примерно вот они шли на такой высоте. Вдруг к нему идёт пара. Они атакуют сверху, так эти пули даже недалеко от нас. Шёлк-шёлк, потом смотрим, задымил. Задымил и так плавно пошёл. Один был парашют, вот это я хорошо помню. Загинулого лётчика тады паховали. На жаль, месса с шассом было страчено. Вызначить лёс экипажа взялся пошуковый отрат в Икру. На его лику некольки десятка узноденных самолётов и тысячи установленных имённых героев войны. На место падения бомбардировщика отшукали и ковалки шасси бака. Собрали все детали. Их оказалось там около двух сотен. В общем, два хороших мешка. Одна из таких деталей, кольцо вот это, от поршня. Вот у нас поршень от двигателя М-105 авиационного, спе-2. Когда мы приложили сюда это кольцо, оно идентично легло на этот цилиндр. Оказалось, над Быховскими лясами тады был узбитый разведчик-бомбардировщик Як-4. На заходнем фронте таких крылатых машин налишивался не больше за полсотню. Хочай заусёзанный один самолёт был приписанный до аэродрома под Быховом. Экипажу треба было знишить мост, прозбя резину, что знаходился на оккупированной немцами территории. Тепер пошуковая работа протягнется за российскими архивами. Тем часом Быховский краезнавчий музей рыхтуется до пополнения экспозиции, а имена лётчиков будут увековечены на обелисках. По району более восьми братских захоронений, как мы называем, тысячников. То есть там, где захоронено больше тысячи человек. Наша работа поисковиков именно, как говорится, набивается новая фамилия на обелиске, потому что на некоторых захоронениях ещё со 50-х годов осталось место. То есть даже наши предки знали о том, что ещё не все увековечены. Ещё одна тайна великая, чинная худка будет раскрыта. Андрей Шуляк, Андрей Ястребов, Василь Фаталиюн, Новин Региона. За лоу раков криминальная отказность погрожая могиле учанину, якого затримали супрационники инспекции аховы живёльного и рослинного свету. И он не только порушил природоаховное законодавство, а и выказал непослушенство инспекторам. У городским районе инспекторы природы аховы зауважили человека за квалангом. И хотя с воды он вышел с пустыми руками, оборонцы флоры и фауны вырышили подековаться, что он робил у водоёме. Мужчина своясабливо адреагавал на питание. Что вы делали на водоёме? Плавали. Просто плавали? Да. Хорошо. Уважаемый. 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 Вас снимали уже на камеру до этого, уважаемый. Вы сейчас сделаете себе просто неповиновение. Инспекторы достали из воды мех и, кажется, сразу зрозумели, чим займался его владельник. Гражданином было выловлено 112 особей рака ускопалова. Вес раков составил без малого 7 килограмм. В Республике Беларусь добыча раков регламентирована 699-м постановлением Совета Министров. Согласно этого постановления, в сутки одному рыболову-любителю разрешается выловить не более 2 килограмм рака. Помимо этого, длина тела рака должна составлять не менее 10,5 сантиметров. 100 особен рака не досягали гэтага по меру. На порушальника завяли криминальную справу. Шкоду, якую он нанёс природным ресурсам, инспекторы осанили у 150 базовых величин. Катярына Градницкая, Сергей Карпяков, Виталь Вопсяу. Новины региона. Больше за 11,5 тысяч гектаров стольки соснового леса в области пошкодзев жук-караед. Специалисты кажут, что ситуация не такая складанная, як, например, у Гомельской в области. Але проблема сурьёзная, бо упаколисную один из способа радьбы со шкодником. Специалисты отзначают, попередние засушливые годы провели до того, что сосновые древы ослабли, их лёгко шкодзев жук-караед. Выявить его на ранней стаде и складана, бо селится шкодник на верховине древа. В области больше за 11,5 тысяч гектаров хвоёвого лесу пошкоджены караедам. Он находится под корой. И разовые инъекции в каждое дерево делать нецелесообразно. Таких технологий нет. Авиахимобработка в этом плане нам не помогает. Соответственно, единственный метод борьбы – это своевременное выявление заселения деревьев, отвод и вырубка, и вывозка из лесу. Специалисты кажут, что ни один кубометр высеченного лесу не сникнет. Такая драунина пойдет на будматерыалы. На их якость гэтая проблема не уплывая. Высеченные участки лесу одновять. Высаживают не только сосны, а ящи и борозы. Отримливаются биологично устойливые насаджения. Але для выражения проблемы спотребится не один год. Сема эта, конечно, она в этом году, скажем, не закончится. Те прогнозы, которые делают наши специалисты, институт леса, мы будем заниматься примерно 4-5 лет разработкой поврежденных сосновых насаждений караедам и черным усачам. Каб высадженные древы досягнули узросту спелости, повинна пройти не меньше за 80 год. Катярна Балукова, Сергей Карпяков, Денис Бутылен, Новины РГИОНА. Комитет по праце занятостей исцеляльной обороней насильництва Могилёшиной на початку наступного тыдня проведе промую телефонную линию. 25 вересня старшня комитета разом с головными специалистами службы примут ваше телефонование по усих на прамках своей дейности. Так, напрыклад, старшня комитета Светлана Тарасенко приме ваши пытания и пропонува с 15 до 16.00 по номеру Могилёве 32 67 42. Остатние специалисты будут примать телефонование на протягу дня с 10.00 до 17.00. Больше подробно про телефоны отказных специалистов можно будет доведаться по номеру приёмной областного комитета социальной обороны 25 23 79. Те на сайте Могилёвского Аблваканкама. С поборницей по мотокросу примау Могилёвский экстрим-парк. Там проходил Кубок Краины одразу у 10 классах. От самых маленьких удельников до ветеранов гетага техничного виду спорта. Сароты, хто зараз на трасе, Менчанка Эльвира Давыдович. У ее заезде было 10 удельников. Девчина финишовала в шацвертой. Первый раз очень страшно было, но я всё-таки хотела попробовать. И вот постепенно, постепенно тренировки призывали к соревнованиям. Всё лето Кубок Краины просвятили 90-годию ДТСААФ. Организация под наглядом и с допомогой развивается мотокросс у Беларуси. Для того, чтобы подниматься на педестал, нужна техника. На протяжении последних лет закуплены для Молёвской области три мотоцикла класса 50, 65 и 85 кубических сантиметров. Надеемся в этом году на получение мотоцикла 125 кубических для нашего генерального мастера спорта. В этом сезоне мотогонщики проведут ещё несколько стартов, а у Могилёв вернутся прозгод. Кубок Краины у экстремпарку для областного центра это уже традиционное споборничество. Андрей Шуляк, Денис Бутылин, Новины региона. Надеемся, первые очередные выпуски программы Новины региона на телеканале Беларуси1 выходят у промы эфир у 18.00. А больше подробно про новины в области на нашем сайте. А на этом я с вами развитываюсь. Дякую за увагу и до зустречею. Редактор субтитров А.Семкин